Деловому успешному человеку интересно все, что происходит вокруг. А наша задача – ознакомить зрителя с новыми настроениями, трендами и событиями. Вас снова приветствует программа «Деловой глянец» на телеканале МТМ. И в следующие 30 минут мы будем говорить о моментах, которые украшают нашу жизнь и составляют ее основу. Искусстве, домашнем уйти и женской красоте по-запорожски. Сегодня в программе уникальный кинопроект Анны Талановой «Запорожье. Я люблю тебя». Попробуй себя в роли режиссера, сценариста или актера уже этим летом. Современные технологии комфорта и безопасности по-украински. Об умных домах в интервью с Романом Чепрасовым. Женская привлекательность. Какие дороги она открывает и каких жертв требует. Мнение запорожских красавиц и международного эксперта. «Запорожье. Я люблю тебя» – проект с таким названием инициировала запорожанка Анна Таланова. Речь идет о съемках уникального художественного кино, нашими режиссерами, на наших улицах и, как бы то ни было, о Запорожье. В киноальмонах, как говорят организаторы, войдут несколько самодостаточных короткометражных фильмов, снятых по сценариям, принявшим участие в отборе. О старте запорожского аналога ленты «Париж. Я люблю тебя» – творческая группа рассказала на пресс-конференции. Обратите внимание, благодаря этому проекту вы тоже можете стать сценаристом. Вы не могли бы еще раз поставить мою песню? Да, конечно. Красивая песня. Под эту песню я влюбилась. Первый и единственный раз в моей жизни. Это эпизод из киноальмонаха «Париж. Я люблю тебя», представленного на Международном Каннском фестивале еще в 2006 году. 18 историй по 5 минут и все о любви к Парижу, его районам, людям и историям. Фильм открыл целый цикл подобных картин, в итоге добравшись и до Запорожья. И как возникла идея сделать из Запорожья свой такой украинский Голливуд, как мы услышали? Первая мысль о том, почему бы в Запорожье не сделать, не обязательно Голливуд, у нас есть замечательные примеры с Европы, какие-то небольшие маленькие каны в Запорожье, все это реально. Поэтому первые идеи начали витать где-то в прошлом году. И общение, конечно, с такими талантными ребятами, как режиссеры, они немножко всегда меня подвигают, почему бы не сделать такой совместный, качественный наш запорожский продукт. Я патриот города своего и хотелось бы, чтобы в нашем городе происходили вот такие вот классные творческие вещи, чтобы люди, которые талантливые, которые у нас в городе несомненно есть, чтобы они объединялись и делали качественный продукт, который не стыдно показать. Хотелось бы взять концепт у тех же «Париж я люблю тебя», «Нью-Йорк я люблю тебя», то есть рассказ, конкретная история о конкретном месте. И сейчас уже есть несколько сценариев, которые повествуют о разных районах города. Но мы еще ожидаем, собственно говоря, что будут представлены, допустим, Тичкас, очень мало у нас представлен, заводский район. И рассказать вот свою историю. То есть город будет служить по сути фоном, но фоном не страшным, не разрушенным или недостроенным, а фоном, подчеркивающим ту или иную историю. Если это романтическое, значит, это романтическое какое-то место. Если это мистическое, то оно более мистическое у нас есть. И такие, и такие места, как ни странно, в городе нашим любимом. Уже несколько лет запорожанка Анна Таланова занимается тематическими фотопроектами. В этом году решилась на кино. Сегодня в ее команде режиссеры, операторы, стилисты, декораторы, актеры и кинопродюсеры. Все готовы работать практически безвозмездно. Ради того, чтобы лента «Запорожье. Люблю тебя» состоялась. На данный момент продолжается первый этап проекта. Отбор сценариев. Кстати, от всех желающих попробовать силу своего слова. Людям хочется писать. И у людей есть идеи. Это заметно по группам в социальных сетях. Когда люди говорят, вот у меня есть история, помогите мне ее рассказать или помогите мне ее написать. Есть проблема с тем, что творческих людей много и талантливых людей много. А не все из них получили образование, технические моменты, которые им позволило бы написать этот сценарий, так как мы хотели бы его видеть. С этим есть проблема. Но на самом деле, Анна правильно говорила, что, в принципе, почитав какие-то рекомендации, можно оформить свою историю в сценарии, которые, опять же, мы не придираемся к этим сценариям. Вы должны быть умелым, интересным и занимательным рассказчиком. Нужно уметь элементарный анекдот, который уже все знают 10, 20, 30 лет. Нужно уметь его рассказать таким образом, чтобы все равно его в 100-тысячный раз было интересно слушать. И даже, может быть, в конце посмеяться. А в этом, я думаю, заключается мастерство режиссера любого. Антон Жадько – молодой запорожский режиссер, успевший поработать в Москве и получить несколько престижных кинонаград. Он снял первую короткометражку, которая, скорее всего, войдет в кинальмонах «Запорожье, я люблю тебя» о таксисте и нашем городе с его особенностями и жизненными историями. В фильме присутствует около, как минимум, 14 сцен. И вот каждая из этих сцен, она рассказывает о типичной особенности запорожцев, которые, вот мы не задумывались об этом. А тем не менее, когда после просмотра фильма что-то, да, отложится. И мы действительно заинтересуемся последующими размышлениями на данную тематику. Ну, например, что только у нас, только в Запорожье могли построить, поставить памятник одновременно Сталину и жертвам голодоморов. Каким образом они сочетаются, это очень сложно понять. Вот, таких тем будет очень много. Когда же уже мосты построят, а? Нет, а мы, кстати, не стесняемся, если мост строим там или дорогу через левый и правый берег, вот обязательно через природный заповедник. Ну, вот обязательно. Это как традиция такая. Вот строим микрорайон. Засыпали уникальные днепровские плавни. Строим второй. Еще засыпали. А ведь Запорожье – это центр украинских земель, степей. Ведь это уникальные степи. Уникальные. Да, да, вы знаете, тут вы полностью правы. Я здесь полностью с вами согласен. Задача не просто показать Запорожье, ну, там, с какой-то лучшей, идеалистической стороны, а показать реальный город Запорожье. Разумеется, только реальный. Я являюсь представительным и сторонником такой мысли, что никаких, скажем так, заказных точек зрения о фильме не должно быть. А это, наоборот, как бы не повлияет, это не худшую ситуацию с патриотизмом? Вы не думали об этом? Нет, я думаю, что как раз наоборот. Главная задача фильма заключается в том, чтобы признать существование проблемы. Как только мы признаем существование проблемы, да, у нас проблема эта стоит остро. Давайте говорить о ней. Давайте решать, думать, каким образом дальше, в общем-то, жить в этих реалиях и что мы можем конкретно сделать, чтобы в дальнейшем эту ситуацию каким-то образом, если не решить, то сгладить. В социальных сетях вы упомянули, что любая тема, она не политика. Я прочитала это. Почему, Ань, все-таки нужно понимать, что вы делаете проект в такое время, и неизбежно это время влияет на людей, особенно на творческих людей, да? Если придет сценарий, в котором только политика и только какие-то политические посылы, как бы нам с ним будет очень тяжело работать, потому что все ребята, которые представляют команду, и не только рабочую группу, как бы, да, вот нас, но и те, кто будет снимать, они совершенно далеки от политики, они в этом не разбираются. Второй момент, за вот эти несколько месяцев, пока у нас творится не очень ладная, как бы, ситуация в стране, в разных регионах, да, все уже, откровенно говоря, немножко устали. Какие-то некие последние события в стране, да, они не повлияли на настроение сценариев? Запорожье в этих сценариях не депрессивный город? Сказать, что он какой-то депрессивный, этот герой, мы не можем. Как может быть казак депрессивным героем, да, правильно? Или там завычанин тоже. Депрессии нет, и, в принципе, мы в правилах, мы это, насколько я знаю, мы не прописывали, но мы стараемся объяснить участникам, что приоритет будет все-таки тем сценарием, которые покажут оптимистичные сценарии, оптимистичные истории, истории положительные. Потому что, ну, депрессию у нас искать не надо, и конкурс не нужно проводить, чтобы найти депрессию. Тот сценарий, который пришел, грубо говоря, из ТАИ, мы даже не знали, откуда. Мы думали, запорожский там, ну, человек из Запорожья. Даже прочитали, что, собственно говоря, лока, вернее, не локация, человек, который представляет этот сценарий вообще из России, из Сибири в глубинке, то есть, как бы, были поражены отчасти, вот. Но там тематика идет любовная, романтическая. И, по-моему, объединяет города и страны. То, что объединяет. То есть, вот для себя мы поняли, что сценарием стоит поработать. И что самое примечательное, что во всей этой истории мы увидели, вот для себя, для нас особенно важно, и думаю, что для каждого сейчас украинца это важно, это то, что отношения существуют без границ. Если для съемок в таких проектах, как «Париж, я люблю тебя» или «Что ближе к нам, влюбленные в Киев», продюсеры и режиссеры старались пригласить более-менее известных актеров и светских персонажей, то в Запорожье делают ставку на всех желающих проявить свой актерский талант. Кастинги планируют проводить уже в июле. Конечно же, мы не будем мега претензионственны. Это не супер какой-то огромный голливудский проект. И требование не обязательно быть вам профессиональным актером. Субску вы не будете приглашать на кастинг и с ней оценивать? Почему нет? Если же она изъявит желание, мы с удовольствием ее примем в наш проект. Да, но по актерам, то есть, если у вас есть желание, вы чувствуете, что вы можете применять в этом участие, не сомневайтесь себе, приходите, мы посмотрим. И в любом случае мы не откажем, мы как минимум подскажем вам, чем вам нужно заниматься, возможно, подтянуть. А вы не местная девушка? Не местная. Как вам наш город? Вы знаете, очень красивый. А, кстати, все наши красивые здания, вот как это, например, это театр, строили не запорожцы. Да, а кто? Немцы, минониты. По мотивации актеров мы не можем, к сожалению, на сегодня предложить финансовое вознаграждение. Однако главная мотивация наших актеров – это возможность появиться в титрах, возможность развиваться в дальнейших наших проектах от Cinema Home. Одним словом, проект «Запорожье. Я люблю тебя» открывает двери молодым талантам в разных направлениях. Готовьтесь к кастингам и пишите сценарии. Прислать свою версию короткометражки для Кинальмонаха можно до конца июня, предварительно ознакомившись с правилами подачи материала в социальных группах проекта. После этого будьте готовы услышать приглашение на съемки, а в дальнейшем, если именно ваш сюжет признают лучшим, и получить личную кинопремию. И это не считая зрительского признания, ведь планы и надежды у организаторов проекта «Запорожье. Я люблю тебя» серьезные. Уже несколько месяцев идет активная работа со спонсорами и продюсерами. У вас есть возможность вывести проект на какой-то всеукраинский уровень. Вы видите в нем такую перспективу уже сейчас в этом проекте? Да, конечно, иначе не было смысла этим заниматься. Перспектива всегда есть. Главное, все зависит от нас, все в наших руках. Насколько мы сможем профессионально и качественно представить этот продукт, впоследствии, естественно, мы можем повести его и на фестивале. Их на сегодня большое множество, поэтому куда представить, показать наш фильм, это уж точно будет. Хотелось бы, в общем, сделать этот киноальмонах положительным, возможно, добрым, возможно, романтичным, но все-таки со знаком плюс. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Да. Да, я слушаю. Да, стыдно, стыдно. Мы родина запорожского казачества. Не можем выучить ритму-мову. А вот русский язык. Аж бегом. Аж бегом. И да, наши заводы расположены так, что все выбросы идут в город. Мы гордимся нашими заводами. Гордимся за барашстай. Ура. И в то же время пугаем наших детей. Учись, сынок, а то на завод пойдешь работать. Тебя не пугали в детстве заводы? Что? Завод. Это стабильность. 50 с тебя. До правого берега сколько будет стоять? Нисколько садись нам по пути. От лирики к физике или о том, что не только искусство, но и домашний комфорт и безопасность составляют основу нашей жизни и дарят ощущение стабильности и защищенности. Особенно, если речь идет о современных умных технологиях. О том, как так называемый умный дом способен контролировать сам себя, предоставляя хозяину ощущение спокойствия и респектабельности, мы когда-то поговорили с киевским экспертом, выходцем из Запорожья, Романом Чепрасовым. Это интервью снова достойно вашего внимания. Сложная компьютерная программа, механизмы на дистанционном управлении, множество кнопок, рубильников и сенсорных дисплеев. Это то, что приходит в голову при формулировке «умный дом» непосвященному пользователю. Все гораздо проще и удобнее, уверяет эксперт в сфере домашней автоматизации Роман Чепрасов. Что такое умный дом? Наверное, обывателю и человеку непосвященному первое, что приходит на ум, это какие-то дома богатых людей, какие-то роскошные виллы, что-то недоступное и очень далекое. Это так, что это на самом деле? Наши дома растут, как и растут автомобили. И все сложнее этим большим домом управлять. У нас появляется все больше и больше света, разные подсветочки, разные люстры. Надо управлять. А если еще рассмотреть такой вопрос, как безопасность, и посмотреть на то, какие сегодня наши дома, они абсолютно беззащитные. Ну, вот хотя бы недавние новости по поводу взрыва газа в Горловке, уже говорят о том, что наши дома, которые представляют собой квартиры, в девятиэтажных домах, они абсолютно беззащитные от взрывов газа, они абсолютно беззащитные от пожара, от затопления. То есть хорошо, если соседи позвонили, а так это большая проблема. И именно из этих вещей, что дом должен быть безопасным, дом должен быть экономным, дом должен быть удобным, родилась концепция систем, которые объединили в себе все эти функции и дали возможность домам стать послушными, стать управляемыми. И еще умные дома предоставляют возможность принять действия, которые максимально снизят ущерб от этих вещей. То есть, допустим, возьмем вот ту проблему, о которой я говорил, это утечка газа. Самая простая система, при которой ставится датчик загазованности, и система автоматически сама перекроет вход газа. Если у нас, допустим, убежала вода, мы забыли там чайник на плите, и произошла такая проблема, то система автоматически перекроет, и не случится таких вещей, которые случаются периодически по всей Украине. Понятие «умный дом» было сформулировано Институтом интеллектуального здания в Вашингтоне в 1970-х годах. «Умным» назвали здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное использование рабочего пространства. Сегодня под интеллектуальными технологиями управления помещением подразумевается нечто другое. Человеку фактически предоставляется возможность управлять своим домом и контролировать в нем абсолютно все технические системы и процессы. Насколько такая система сложна в управлении? Есть мнение о том, что это все очень сложно, это все очень интеллектуально, это все взаимосвязано, и человеку, не имеющему даже технического образования, тяжело в этом разобраться. Это так или нет? Или все гораздо проще? По поводу сложности управления я очень люблю сравнивать систему «умный дом» с автомобилем. Дело в том, что есть разного класса автомобиля, соответственно, с разным классом фарша. Мы не знаем, где находится в этом автомобиле бортовой компьютер. Мы знаем, что есть электропакет, насколько сложно управляться с электропакетом. Нажал кнопку, греет сиденье, нажал кнопку, опустилось стекло. Точно на таком же примитивном уровне осуществляется управление «умным домом». И зачастую все функции, которые требуются для разбора каких-то сложных ситуаций, «умный дом» отрабатывает сам, без вмешательства хозяев. Буквально как это происходит? Человек пользуется обыкновенным планшетом, телефоном, нажимает просто бару кнопок, и все готово? Или каким образом? Или нужен контроль постоянный какой-то за системой? В том-то и дело, что концепция наша, мы делаем дома послушными, и мы делаем их такими, что за ними не нужно ухаживать. То есть мы очень любим говорить, что дома, которые мы делаем, это дома, которые заботятся о хозяевах, а не наоборот. Потому что, допустим, если мы говорим об освещении, то вечером, когда хозяин ложится спать, ему не нужно ходить по дому и выключать все лампочки, которые он забыл выключить. Это система для ленивых, по-моему, раунда. Система сделается. Но, возможно, для ленивых, возможно, когда большая семья, либо большая квартира, либо большой дом, это сделать уже физически даже очень сложно. Мы недавно рассматривали проект двухэтажного дома, в котором было 55 групп освещения. И это означает, что 55 выключателей разбросаны по всему дому. И даже если уделить каждому выключателю по 20-15 секунд, уже набегает какое-то время, которое не хочется тратить вечером. Нужно быть энергичным хозяином. Просто лечь и заснуть в уставшие после рабочего дня. Либо, допустим, есть такие вещи, которые называются сценарии освещения. Это когда мы хотим, скажем, создать некую атмосферу в доме. Скажем, либо это романтический ужин, либо это мы хотим фильм какой-то посмотреть. При этом эти сцены, они уже запрограммированы в умном доме, и нам достаточно нажать кнопку с аналогичной надписью «Амалитический ужин» либо «Кинотеатр». Чего боится пользователь? Вдруг какой-то сбой системы, и все начинает двигаться, гаснуть и загораться бесконтрольно. Шторы ездят. Такое возможно? Ну, естественно, я полукавлю, если я скажу, что система как бы абсолютно надежная и так далее. Естественно, вся электроника, даже самая надежная, она выходит из строя. Но как раз оборудованием «Умный дом» занимаются производители, которые делают самую надежную электронику в мире. И зачастую выходы из строя данного оборудования составляют 0,000%. И эти сбои практически исключены. Притом система строится таким образом, что она всегда в момент сбоев может перейти в ручной режим. Мы всегда можем руками все, что нужно выключить, все, что нужно погасить. То есть коллапса не произойдет? Да, то есть нашествия терминаторов не будет. Современные технологии управления домом не могут стоить дешево, откровенно говорят эксперты. Однако подчеркивает, это все же не роскошь и не каприз обеспеченных людей или фанатов техники. Фактически «Умный дом» настолько умен, что окупает себя сам. А правда, что такая система помогает экономить в том числе ресурсы? Я где-то вычитывала, что буквально на 50%, на половину можно сэкономить на коммунальных расходах. Это так или нет? Экономия очень тесно связана с безопасностью, естественно. И экономия ресурсов, она выражена следующим образом. Об оставленных кранах воды можно забыть. Потому что человек, уходя из дома, он всегда, нажимая кнопку «Я ушел», система проверяет наличие, первое, незакрытых кранов, второе, оставленных электроприборов. То есть об оставленных утюгах тоже можно не беспокоиться. Самый главный ужас домохозяек, когда уходящих в магазин оставил утюг. Можно не беспокоиться. То есть уже за счет исключения тех источников, которые у нас потребляют, электричество, когда нас нет, мы уже можем экономить. Второй момент – это создание климата. Самая энергопотребляемая часть. То есть у нас есть камины, у нас есть наше центральное отопление, у нас есть кондиционеры. И зачастую как раз вот эти приборы потребляют больше всего энергии. Зачем нам отапливать квартиру по полной программе, если можно, когда мы уходим, допустим, либо дом отапливает по полной программе, понизить температуру до какого-то комфортного уровня, и когда мы вернемся, либо за полчаса, как мы вернемся, сообщить дому, что мы возвращаемся, он вернет все в исходное состояние. Сообщить каким образом? СМС, интернет. Дома можно написать СМС? Можно дому написать СМС. И он вам ответит, что он включил те, либо иные системы. То есть у меня дома достаточно дружелюбная система. Она может нам слать почту, слать СМС, отчитываться по полной программе. И что касается безопасности, очень популярны удаленные доступы, допустим, к системе видеонаблюдения, чтобы посмотреть, что же все-таки там происходит дома. Давайте поговорим на философскую тему. Умный дом, система управления коммуникациями, электрикой, все-таки это уже часть современного мира, и, наверное, все-таки более, это что-то из Запада, там уже несколько десятков лет это развито. Для Украины, насколько эта тенденция актуальна, насколько она набирает обороты, насколько у нас понимают, что в этом есть смысл, и в этом есть экономия удобства и тому подобное. Все равно мы приходим к тому, что энергоресурсы дорожают, что экономить нужно, что мы уже не можем себе позволить открытые краны, мы не можем себе позволить такой вот беспечный расход энергоресурсов, который был при Советском Союзе. Мы сейчас хотим сказать, что именно эти системы актуальны, именно их можно приобретать, ставить, и они будут приносить не то, что сокращать расходы, они будут как-то окупать этот дом. Это актуально для Украины уже сейчас. Умные дома уже есть и в Запорожье, говорит Роман Чепрасов. Хотя признает, что пока в таких городах, как Днепропетровск, Харьков, Киев, технологиями домашней автоматизации интересуются гораздо больше. Все со временем прогнозируют эксперты, ведь к созданию электролампочки Эдисон тоже шел не один год и столкнулся с массой скептических замечаний. А сегодня у этого устройства всемирное господство. Элитность, представительность и высокий уровень во всем современное время диктуют нам далеко не лояльные требования, и мы с энтузиазмом стараемся им соответствовать, особенно прекрасные дамы. Способна ли миловидность стать инвестицией в будущее? Какие дороги открывают конкурсы красоты и каких жертв требует путь самый-самый? Об этом мы поговорили с самыми красивыми запорожанками разных возрастов и международным экспертом. С удовольствием напоминаем вам об этом сюжете. Юная Аксинья Аксенова, победительница десятков детских конкурсов красоты, начинающая телеведущая, примеряет свои короны. Свидетельство о побед и достижении в области красоты. Вот чемпионат красоты, посвященный к Евро-2012. Я там тоже выиграла весь Евро. Какой трофей достался тяжелее всего из этих представленных? Вот хрустальная корона. До последнего, повторюсь, не могли уехать из-за прожи. Было очень все быстро, но незабываемо. Пришлось обращаться за поддержкой к нашим местным депутатам. Спасибо им огромное, что помогли. Финансовые вложения не единственная жертва, которую требует красота, а точнее ее продвижение. Юная Ксюша Аксенова в модельном бизнесе с четырех лет. Мини-мисс вселенная хорошо знает, что такое подготовка к съемкам, дефиле и конкурсам красоты. На все нужно время, желание и стопроцентная выносливость. А еще понимание родителей и учителей, чем приходится жертвовать родительской карьеры в юном возрасте. Уроками. Часто пропускала уроки. И даже учителя поначалу были против этого, но потом и не привыкли. Ну, насколько часто приходилось уроки пропускать? Могла раз в месяц, ну, может, чаще. Когда конкурс, то и неделями не ходила. Правда ли, что на детских, даже на детских конкурсах красоты можно ощутить такую конкуренцию и такую бреву не меньше, чем на взрослых? Это так? Да, но я считаю, что это больше конкуренция между родителями. Бывает так, как ребенок себя преподносит на репетициях, это уже видно сразу, что родители настроены так, что вот ты звезда, ты должна быть первой, и все вокруг тебя никто. И я не считаю, что это правильно. Ощутить вкус нешуточной конкуренции на конкурсе красоты довелось и одной из самых эффектных женщин Запорожья, бизнес-леди Натальи Егоровой. В арсенале девушки титул первой вице-миссис Украины. Скажу честно, это больше была как небольшая авантюра для меня, потому что в течение трех дней я собралась на этот конкурс и уехала на трехнедельные тренировки, репетиции. Конечно, было море эмоций положительных, море слез, также взрывы, эмоции. Такие мероприятия нужны, это раскрывает тебя внутренне, это раскрывает твою уверенность, раскрывает твой харизму. Тысячи лет женская красота – предмет восхищения поэтов и художников, а еще большой бизнес. Желание быть самой красивой вечно меняются только критерии внешней привлекательности. Если полвека назад мир восхищался красотой обаятельных Одри Хэбберн и Мэрилин Монро, то к 21 веку ориентиры красоты сместились к субтильности Клаудии Шифер, а затем и Снежанной Анопко. Погоня за идеалом продолжается. Все, будем откровенны, ради того, чтобы сказка осуществилась. Насколько сегодня реально украинской девушке сделать действительно яркую карьеру и где-то приблизиться к званию топ-моделей. Настолько это реально. В Украине сам карьерный рост у моделей довольно-таки ограниченный. Модели требуется все же очень большой международный опыт для того, чтобы достигнуть так называемого статуса. Но опять же, есть во всем исключения, то есть нужно стремиться, я так думаю, и все получится. В нынешнем обществе очень распространено желание устроить свою жизнь просто за счет своей красоты. И тогда девушки думают, что раз они красивы, этого достаточно для того, чтобы жить безбедно и устроить свою семейную жизнь успешно. Вам близка эта психология? Просто я красива, значит мне нужно найти буквально богатого мужа. Нет, я не считаю это целью и вообще не люблю таких людей, которые вот я красивая и все. По-моему, главное интеллект, ведь без интеллекта ты никуда не пробьешься. Очень многие девушки, особенно молодые, считают, что если есть красота, этого уже достаточно, это уже инвестиция в будущее. Достаточно следить принца. Я с вами не согласна. Это не мое мнение. Я с этими девушками не согласна, однозначно. Это неправильное мнение. Красота, как мы знаем, все увядаются времени, а наш внутренний потенциал, уверенность в себе всегда должна присутствовать и каждая должна развиваться именно саму себя, а не надеяться на какого-то принца. Может ли молодая начинающая модель все-таки зарабатывать или это длинный пульс? Почему может? Может зарабатывать, но опять же, я так думаю, что скорее всего на международном уровне. В Украине я так думаю, что это довольно-таки сложно пока что. И все-таки покоряя километры мировых подиумов, красавицы, пусть даже неосознанно, мечтают о сказке. В примере история русской золушки Натальи Водяновой, которая в свое время таки встретила настоящего принца. Возможно, благодаря своей красоте. А возможно, пусть и вход в рожденные качества, скромность, доброту и дружелюбность. Ведь принцессой тоже нужно уметь быть. И одной короны здесь слишком мало. Вот ваша работа и ваши занятия в модельном агентстве не к чему-то привели? Конечно, после конкурсов меня заметил местный телеканал, им понравилась моя дикция, и я вот уже 6 лет на телевидение, но недавно, месяц назад я перешла на другой канал. Конечно, это для меня как какая-то ступенька в будущее. Были ситуации, когда вы понимали, что, по сути, красота становится вашим оружием или каким-то инструментом, которым вы можете работать и привлекать в себе каких-то людей или склонять их на свою сторону, какого-то решения? Это я, наверное, скажу так, это больше не красота, а искусство быть женщиной. Бывает такое, что девушка, с которой она красивая, приятно одета, как начнешь общаться, она не может сказать ни одного слова. Я считаю, что она должна быть красивой внутренне. На этом мы завершаем еще один выпуск нашей программы. Надеемся, вам было интересно открывать вместе с нами новые тренды и тенденции по-запорожски. Увидимся через некоторое время. С вами, как всегда, была Ольга Коваль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова М Продолжение следует...